В эфире новости ОТС. Сегодня понедельник, 5 октября. В студии Ангелина Леденева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Это синтетические наркотики из группы каннабиноидов. Ну, это спайсы, курительная смесь. Наркотики в детском саду. Почему пятилетние девочки съели синтетическую отраву? Должны были ампутировать в понедельник, назначенную операцию. Он приехал сюда в субботу, в понедельник пришли, сказали, нечего ампутировать, чтобы не лечиться. Дорога к храму длиной в 9 лет. Какие чудеса происходят в святых местах? Пробежал я три круга свои. А мне судьи не сказали, что я тру. Три уже пробежал. Я дальше бегу. Быстрее, выше, моложе. Что включают в себя нормы ГТО для тех, кому за 80? Отравились наркотиками. Это подтверждено официально. Но где взяли вопрос? Напомню, в пятницу три девочки на площадке в детском саду покушали так называемый суп. Последствия рвота, головокружение, реанимация. По факту ЧП возбудили уголовное дело. О том, что говорят следователи и как сейчас чувствуют себя пострадавшие, расскажет Алия Арзаева. Обычная прогулка на площадке. Дети играли в поваров, приготовили суп из найденных трав и добавили в него белую смесь, пакетик с которой одна из девочек достала из кармана. Дальше скорая помощь, больница, следствие. Первым делом врачи взяли анализы. Выяснить, что же все-таки пробовали дети. Квалифицированные специалисты как института судебной экспертизы, это токсикологи, химические аналитики, так и наши специалисты практически одновременно получили данные о том, что это синтетические наркотики из группы каннабиноиды. Но это спайсы, курительная смесь. В том, как спайс попал на территорию детского сада, еще предстоит разбираться следствию. Принесла с собой девочка или нашла на площадке закладку – это вопрос открытый. Работники образовательных учреждений утверждают, факты закладок на детских площадках – не редкость. Вот что рассказал ночной сторож другого детского сада. Закладывают очень часто, чуть ли не каждый день. Правда, не знаю состав этих веществ, что там именно. Но просто вижу, как приходят ребята, взрослые, и ищут, или сидят в каком-нибудь из павильончиков детского садика, и принимают, находили иглы, оставляют за собой вот эти иглы. Проверять каждого подозрительного посетителя возможности нет. Большинство закладок делают днем, когда на территории детского сада могут находиться родители и родственники малышей. Так легче затеряться. Следственными органами Следственного комитета проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц детского учреждения, халатного отношения к службе, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью воспитанников. Пострадавших девочек из реанимации перевели в терапевтическое отделение. Их состояние значительно улучшилось. Одну малышку родители забрали домой под собственную ответственность. В пятницу к вечеру удалось стабилизировать состояние этих детей. Далее в субботу на следующий день состояние не только стабилизировалось, но и улучшилось. И в настоящее время эти девочки находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Детский сад номер 262 продолжает работу в обычном режиме. Воспитательница, в чью смену произошло отравление, уволена. А информацию о массовых проверках в дошкольных учреждениях, которая была озвучена в прессе, ни следственные органы, ни служба по контролю за оборотом наркотиков не подтвердили. Алия Арзаева, Алексей Зубила, Александр Егоров. Новости ОТС. Ураган оставил след в Новосибирске. Поваленные деревья, сорванные кровли, отключение электричества. Порвы ветра достигали 27 метров в секунду, а это почти 100 километров в час. Квалифицируется как сильный шторм. В социальных сетях были сообщения о травмированных. В Бердске девочки отрубило пальцы упавшим дорожным знаком, а в Новосибирске дерево проломило женщине голову. Однако, по данным областного управления МЧС, пострадавших нет. Но в Новосибирске без электроэнергии остались больше тысячи домов. Моченые грибы и ягоды из Белоруссии на расхват в Новосибирске. Очереди на площади Ленина возникли еще до открытия ярмарки. Западные соседи привезли продукты, одежду, сувениры за 4,5 тысячи километров. Наталья Циопина оценила ассортимент. Мужские рубашки, юбочки. Юбки идут у нас с запахом. Либо отделанные с кружевами, тоже натуральные кружево. Принимают даже заказы на пошив изделий. Пока отмечают, особой популярностью пользуются скатерти. Вообще же на ярмарке больше всего покупателей в продуктовых палатках. Всего уже набрали сметаны, сыра, масла, все что есть. Еда хорошего качества, все хочется, но везде очереди. Очереди появились за час до официального открытия ярмарки. Кто-то пришел потому, что покупал товары здесь в прошлом году, другим разрекламировали друзья. Некоторые новосибирцы помнят белорусскую продукцию еще с советских времен. Со времен Советского Союза в производстве молока сгущенного ничего не поменяли. Сахар, молоко. Поменяли, модернизировали оборудование. В прошлом году из Белоруссии приезжали шесть фур с товарами. В этот раз порядка 30. Пять суток пути преодолеть пришлось почти 5000 километров. Вместе с Медведем мы здесь первый раз. И очень довольны, очень нравится ваш город. Ну а как дорога была с опасностями, пока сюда ехали? Дорога очень тяжелая. Это, конечно, далеко от Белоруссии, пока мы добрались из Минска. Но, тем не менее, очень рады, что здесь. Несколько десятков предприятий Новосибирской и Белоруссии работают напрямую. Есть совместные проекты. Однако, уверяют эксперты, потенциал куда больше. Мы договорились о том, что будем обмениваться лучшими товарами, лучшим опытом, лучшими достижениями, чтобы вместе развиваться, вместе достигать новых вершин, новых целей. Мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, трикотажные и меховые изделия. Ярмарка на площади Ленина будет работать всю неделю. В будущем станет традиционной. И, скорее всего, в следующий раз торговля будет в нескольких точках, не только на правом берегу. В свою очередь мы приглашаем бизнес города Новосибирска провести аналогичные мероприятия в городе Минске, либо в другом областном городе. Уверяю вас, мы обеспечим вам такой же прием, как мы чувствуем здесь. Ну а белорусские предприниматели изучают рынок нашей области, чтобы в следующий раз фуры отправились в обратный путь, заполненные новосибирскими товарами. Наталья Цопин, Алексей Погодин, Новости ОТС. Не только пищу телесную, но и духовную привезли гости из Белоруссии. В Новосибирске работает делегация во главе с митрополитом Минским и Заславским Павлом. Гости побывали в семинарии в Колыванском монастыре. Во время беседы с губернатором Владимиром Городецким митрополит вручил юбилейную медаль в честь тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира. Глава региона и священнослужители обсудили перспективы сотрудничества между правительством и Русской Православной Церковью. Я могу уже точно сказать, что сегодня и руководство области, и города едины во многих мнениях с епархиальным архиереем, с митрополитом. И есть взаимопонимание, есть стремление к тому, чтобы все вопросы решать совместно, каждый на своем месте и направлять все свои силы, знания, энергию, власть и духовную, и светскую на созидание. Вот это вот искренне меня вдохновляет. А в Искитиме осветили храм в честь новомучеников и исповедников российских. В 30-е годы там был лагерин КВД, в котором погибли тысячи заключенных. По легенде, на месте расстрела узников появился родник. Местные жители считают его святым, а в воду исключат целебные. Обо всем подробнее Ирина Звягина. Храм заполнен. Трудно даже пошевелить рукой, чтобы помолиться. Обряд освящения проводят два митрополита и три епископа. Владыки Тихон, как богомудрый архипастер, говорит, Владыка, а мы ведь завтра будем освящать храм. Давайте мы эти иконочки подарим этому храму. Храм в честь новомучеников многие называют памятником. Почти 30 лет в Ложках действовал штрафной Сиблак. В нем были убиты или замучены тяжелой работой тысячи узников. Сегодня не повезло с погодой, зато повезло с храмом, говорят прихожане. Они ждали его 9 долгих лет. Строительство велось только в летний период, когда было тепло. Ну, а самым сложным периодом было, пожалуй, начало стройки, когда ни один экскаватор не мог сдвинуть тяжелую каменную породу. Поэтому фундаменты устанавливали руками. Никита Бьюик, зарубежный гость, после первого купания в родниковой воде, решил помочь в строительстве. Изучил историю Святого Ключа, приехал в Сан-Франциск, и начал собирать деньги. Он, как и сотни прихожан, считает это место особенным. Была 6-месячная беременная. Оказалось, у нее терберкилез. Сказали, что или она умрет, или ребенок. Она нырнула в этот Святой Ключ. Ее дочке сегодня 16 лет. Другой, Андрей, я не знаю фамилию, у него был палец заражен, больной, сломанный. Должны были ампутировать в понедельник. Назначена операция. Он приехал сюда в субботу, в понедельник пришли, и сказали, что нечего ампутировать, все выключилось. Силу воды испытал на себе и Марина Чучикова, продавец в церковной лавке. Говорит, много лет болели суставы. После купания все прошло. Но еще больше женщину поразило другое. Она утверждает, что на фотографиях видны образы убиенных здесь священников. Они, мужчины, пошли купаться. И другие мужчины, в общем, их зафотографировали. И потом они нам привозят вот эти именно фотографии, что там именно священники стоят в рясах, да. И представляете, как бы мужчина спускается по лестнице, да. И вот они все вот стоят в ряд. Видела Марина Чучикова на фото и образ нового храма. В то время он только начинал строиться. Женщина уверена, его появление давно благословили свыше. Ирина Звягина, Александр Давыдов. Новости ОТС. Своими силами никто не отремонтировал. Кто-то сможет сложиться деньгами, кто-то нет. Выиграли те люди, которые не искали прямых путей, не ломились вперед, работали хорошо с навигацией. Это от дудочка. Ребятишкам очень нравятся такие вещи. Предлагаем новинки от компании «Черри». Бонус 3 – седан C-класса по реальной цене. «Тига-5» – реальный кроссовер, доступный каждому. «Ариза-7» – седан бизнес-класса. «Черри». Центр «Балчук». Внимание у клиентов банка «Уралсип». Наш мобильный банк – лидер рейтинга банковских мобильных приложений в России 2015 года. Скачайте приложение «Мобильный банк Уралсип» и управляйте финансами легко с вашего телефона. Подробности на сайте и в отделениях банка. Телефон 8 800 200 ровно 55 20. Звонок по России бесплатный. Лицейская «Банк России» номер 30. ПАО «Банк Уралсип». АРЕНДА 25 ТОННЫХ КРАНОВ Дёшево. Телефон 292-22-22. ТОННЫХ КРАНОВ ТОННЫХ КРАНОВ Специальная цена 998 000 рублей и специальное кредитное предложение 5 400 рублей в месяц. Уполномоченный партнер «Тойота» – «Автомир 32». Телефон 210 55 55. ТОННЫХ КРАНОВ Кредитование осуществляется ООО «Тойота Банк». Подробности на сайте www.toyotadefisbank.ru при поддержке ООО «Тойота Мотор». Новосибирская областная программа реабилитации детей с инвалидностью за равные возможности признана лучшей в России. В регионе работают лекотеки, открывают группы кратковременного пребывания, развивают службы ранней помощи, совершенствуют диагностику и лечение. Это лишь некоторые направления. По результатам работы программы за равные возможности область завоевала первое место в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» – Всероссийского конкурса социального развития. Награду губернатору Новосибирской области вручила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Заравные возможности касаются реабилитации детей инвалидов в нашей Новосибирской области. То есть у нас ребятишек подобных, ребятишек с какими-то патологиями, имеющие группу инвалидности порядка семи тысяч. И в разных учреждениях, согласно этой программе, мы занимаемся реабилитацией детей. К другим темам. Капитальный ремонт за шесть рублей с квадратного метра. Правда, не для всех. Приоритет – ветхому жилью. В Болотном восстанавливают дома по федеральной программе. Наши корреспонденты узнавали, кто оплачивает стоимость работ и материалов. Заменили кровлю, укрепили фундамент. Теперь дом как новенький. Юрий Ёлки много лет живет здесь с семьей. Работы оценивает на отлично. Слава Богу, сделали крышу. Не бежит, не текет. Отремонтировали крыльцо одного подъезда, второго. Поменяли в подъездах окна на пластиковые. Заменили электропроводку полностью, которая была в аварийном состоянии. Схема простая. Сначала работа, потом оплата. Графа капремонт появилась в платежках жильцов в прошлом году. Тариф 6 рублей 10 копеек за квадратный метр. Для девятиэтажки сумма была бы приличной. Для деревянного барака – нет. Своими силами никто не отремонтирует. Кто-то умеет, сможет сложиться с деньгами, кто-то нет. Тем более денег немало надо. Это бесполезно. Программа-то неплохая. Поэтому большую часть работы оплачивает бюджет. Программе два года. За это время отремонтировали 29 объектов. Главное условие для начала работ – 70-процентный износ дома. Сейчас идет подготовка документации о подписании акта законченного капитального ремонта. Это у нас 4 дома по Забабону, ремонт фасада. 4 дома по улице Четный парк. Это 36, 37, 39 и 40. Это ремонт фасада и крыши. Также 12 домов по улице Четный парк. Всего в плане капремонта в Болотном 161 дом. Срок действия программы – 13 лет. Какие именно объекты обновят в следующем сезоне – решают уже сегодня. Сергей Толмачев, Мария Арофеева, Андрей Новоселов. Новости ОТС. У каждого из них сотни детей, которых они считают родными. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя по всему миру. С лучшими педагогами нашей области пообщался Николай Сальников. В начале было слово и произнес его учитель. Именно такой девиз у новосибирских педагогов. Для виновников торжества сегодня день рабочий и праздничный одновременно. Галина Лесникова не один десяток лет преподает историю. Но каждый раз в день учителя сердце бьется сильнее. В этот день особенно нарядные, всепраздничные, торжественные. И, конечно, когда возвращаешься домой с букетом цветов, люди идут навстречу. Улыбки у людей совершенно иные и прекрасно понимают, что это идут учителя. Поэтому поздравляют. Иногда даже на улицах просто незнакомые люди. Поздравляем с праздником. Александр Ситников – самый молодой в Новосибирске директор школы. По его словам, профессия учителя сегодня интересна даже молодежи. В 2009 году у нас в тот год молодых специалистов было 192, по-моему. В этом году у нас, насколько я располагаю сведениями, уже 240. То есть, в принципе, такая положительная динамика наблюдается. Уровень зарплат в отрасли вырос на самом деле. Главное управление предоставляет на самом деле большое количество льгот, в том числе ипотека, компенсация найма жилья. Больше тысячи работников образования сегодня в одном зале. Их поздравляет глава региона. Великое счастье, когда маленький-маленький, еще самый человечек попадает в руки талантливых людей. Это счастье не просто педагога, который сам образован, но который одержим дать все ребенку и воспитание, в том числе, кроме образования. Это счастье. Лучших учителей поздравляют, вручают грамоты, дарят музыкальные номера. Кстати, сами педагоги готовы блистать не только возле доски, но и на сцене. Николай Сальников, Александр Кабукин, Новости ОТС. Вернуться на сто лет назад, чтобы лучше узнать свою историю. В Колыване прошла ярмарка народных ремесел. Организаторы объединили сразу три эпохи. Купеческую, советские годы и современность. Яна Зенченко о том, какой увидели Колывань разных лет, гости праздника. Купеческая Колывань, как и сто лет назад, торговые ряды ломятся от изобилия. Сладости, одежда, обувь, украшения – все своими руками. К народное творчество, оно испокон веков на Руси славилось. И деревянные посуды, ложки, изделия, всякие всевозможные. Ну вот это вот, в частности, на дереве, это наросты такие вот, они бесформенные всякие вот. Снимается кора, вычищается, изнутри выбирается. Получается такая вот вазочка, декоративная. Колывань всегда славилась ремесленниками. Даже ярмарку назвали в честь двух кузнецов – Козьмы и Демьяна. Это дудочка. Ребятишкам очень нравятся такие вещи. Есть вот такие свистульки. Водяные свистульки. Многие подходят и говорят, что эти свистульки нашего детства. Пионерские марши, ретро-техника, солдатский привал. Здесь уже советские годы. Окунуться в эту эпоху для гостей было приятнее всего. Я постояла даже там и вернулась, да, 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 и все вспомнилось, да, многое вспомнилось. Несколько шагов и наше время – тур достижения народного хозяйства и промышленности современной Колывани. Я очень рад, что пришла общая идея провести другой праздник, где бы мы вспомнили труд, историю колыванцев. И вот так все вместе мы пришли к пониманию, что нам нужна Казмодемьяновская ярмарка, которая имеет двухвековую историю. Конечно, был советский период сегодня, но это тоже наша история в нашей жизни. Казмодемьяновская ярмарка в Колыване – первое мероприятие такого масштаба. Оно объединило три эпохи и сотни гостей из разных районов области и регионов страны. Этот праздник для местных жителей обещали сделать традиционным. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Прокатиться по звездной дорожке удалось юным фигуристам. Именно так называется проект, благодаря которому дети получают возможность продемонстрировать свои навыки известным тренерам и получить ценные советы. Новосибирский мастер-класс провел заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявц. Вообще хотелось бы быть олимпийской чемпионкой. У начинающих спортсменов большие амбиции. Секретами делится мастер спорта России международного класса Катарина Гербальт и заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев. Виктор Николаевич впервые в Новосибирске был два месяца назад. Дал задание, сегодня отмечает прогресс. Говорит, много талантливых ребят. Только вот новосибирским спортсменам удается на льду кататься в шесть раз меньше, чем столичным. А талантливых и способных везде есть. Надо для них создать условия. Потому и появилась программа «Звездная дорожка». В ней активно принимают участие легенды советского и российского фигурного катания. За пять лет побывали в двух десятках городов. В Новосибирске впервые. Организован мастер-класс областной федерации фигурного катания и компании «Ростелеком». Это позволяет и пообщаться с выдающимися спортсменами, да, освоить какие-то азы, мастерства, чему-то научиться, себя, может быть, проявить. Да, для кого-то, возможно, это станет первым шагом путевкой в большой спорт. Конечно, это интересно, это необычно, это для нас значимо. И, наверное, поэтому здесь столько людей и зрителей. После мастер-класса для начинающих спортсменов подарки и чаепития. Впереди еще несколько дней тренировок с Виктором Кудрявцевым. Восемь с половиной часов в день Виктор Николаевич работает с нашими фигуристами и с нашими тренерами. Это огромное подспорье и, наверное, рывок вперед. Ну а всем желающим подарок от партнера мероприятия – час бесплатного катания. Быть может, кому-то из юных зрителей тоже удастся прокатиться по «Звездной дорожке». Наталья Цопин, Алексей Погодин. Новость ОТС. Ревущие моторы, дым из глушителя, грязь из-под колес. Новосибирские джиперы устроили соревнования в непроходимых лесах Салаирского кряжа. Наша съемочная группа убедилась – до финиша добрался не каждый. 24 часа по лесам и болотам Тогучинского и Маслянинского районов. Любители бездорожья проверяют на прочность машины и бросают вызов дикой природе. Порядка 100 спортсменов сегодня уехало на гонку. Участвуют спортсмены из Новосибирска, Томска, Барнаула, отроги Салаирского кряжа, красивейшая природа. Желаем всем успехов, спортивных достижений, занять призовые места и просто хотя бы финишировать. Команды форсируют вброд реки и болота. Однако сама природа вносит коррективы. Шквалистый ветер в перемешку с дождем. В итоге до финиша добираются не все. Выиграли те люди, которые не искали прямых путей, не ломились вперед, работали хорошо с навигацией, искали пути объезда, более-менее проходимые дороги. Тем повезло. Остальные нет. Маршрут это 300 километров бездорожья. Во время заездов экипажи собирают пять контрольных точек. Тех, кто долго не выходит на связь, ищут и вызволяют из грязного плена группы поддержки. В итоге проигравших нет. У каждого в багаже новый опыт и яркие впечатления. Николай Сальников, Александр Ведерников, Новости ОТС. Готовы к труду и обороне. Им за 60, но бегать, прыгать, отжиматься по силам. В Коченево пенсионеры доказали возраст спорту не помеха. Мой коллега Михаил Дорошенко лично убедился, поблажек никому не делали. Три. Четыре. Можно? Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. И так пока не закончатся силы. Выполнив норматив, не останавливаются. Бьют личные рекорды. Коченева принимает самых спортивных пенсионеров Новосибирской области. 19 команд сдают нормы ГТО. Пресс, отжимания, гиревой спорт, стрельба и бег. Все нормативы нужно выполнить в течение двух часов. Казалось бы, нереальная задача в таком возрасте. Однако теоретические предположения рушатся практическим выполнением всех нормативов. Поражаются готовности пенсионеров даже врачи. За медпомощью обращений нет. Нормально, много видно подготовленных людей, люди, которые занимались спортом. В молодости, они и сейчас их видно, что они тренированы, выполняют нормативы. То есть медицинская помощь никому не нужна? Ну, пока, дай бог, обходится. Не надо, конечно. О том, что спорт продлевает жизнь, можно убедиться благодаря вот этому пенсионеру. Вячеславу Сергеевичу 87 лет. Он готов к труду и обороне. Нормативы сдал и чуть было не установил новую планку в своей возрастной категории. Оказывается, в 87 можно бежать дополнительные круги. Ну, пробежал я три круга своих. А мне судьи не сказали, что я тру. Три уже пробежал. Я дальше бегу. Девочка подбегает. Отец, ты уже три круга пробежал. Давай, хватит тебе три круга. Сдала нормативы ГТО и Мария Тимофеевна. Женщина – самая возрастная участница фестиваля. И это не повод для отказа от нормативов. Готова к труду и обороне с советских времен. Всегда сдавала на значок ГТО. Спустя много лет сноровки не потеряла. Мария Худышкина – хороший пример для современной молодежи. Дело в том, что, извините, но мало берут пример молодежи. А смеются даже над нами. Вот я, например, сказала, что я поехала. Что тебя заставляют? Тебе делать нечего. Представляете себе? А мне это интересно. Это интересно. Чтобы, как бы, надо в нашем возрасте не доживать, а жить. К труду и обороне готовы 300 пенсионеров Новосибирской области. И это, конечно, не все. Многие сдавали нормативы в своих районах и по семейным причинам пропустили областные соревнования. На следующее собираются приехать. Советские спортивные традиции возвращаются. И по радостным лицам людей, кому за 55, понятно, есть возможность забыть о возрасте, быть активными и спортивными. И по ночам девчонки снятся. Но не для них сегодня танцы. Но это песня для них. Михаил Дорошенко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новосибирская пловчиха Виталина Симонова вновь стала призером этапа Кубка мира. Наша спортсменка вошла в тройку лидеров в Пекине. На дистанции 200 метров брасом она завоевала серебряную медаль. На предыдущем этапе в Гонконге Виталина стала первой. А на 100-метровке этим же стилем второй следующий этап Кубка мира пройдет в Сингапуре. Баскетбольный клуб Новосибирск успешно начал поход за вторым в истории Кубком России. О том, как сибиряки защищают титул, расскажет Константин Бухтатов. В соперниках по одной 16-й финала Кубка России Красноярский Енисей-2, Барнаульский Алтай-Баскет и Иркутская дружина. Много надежд в Иркуте сейчас возлагает на защитника Александра Анисимова, который три предыдущих сезона провел как раз в Новосибирске. А сегодня выходил на площадку, конечно, было непривычно. Я в другой форме, а мои ребята, с которыми я играл три года, играют против меня. Для меня это было неприятно, ну как неожиданно. Стартовые матчи сезона традиционно выпадают на кубковые баталии. Ближайший год будет особенным для новосибирского баскетбола. Прошлый сезон подарил болельщикам и чемпионство Суперлиги и Кубок России. Защищать оба титула – задача непомерно сложная, но справиться с ней по силам. Надеюсь, что самое хорошее будет впереди. Ну, наигрываемся, как бы задача наиграться, почувствовать взаимопонимание между собой. Дальше посмотрим. Огромная ответственность ложится на молодых игроков новосибирской команды. Игоря Новикова, Константина Помогалова и Дмитрия Макеева в предыдущие годы называли подающими надежды. Пришло время избавляться от ярлыков. Кубковые матчи показали – у молодежи есть шансы реализоваться по полной. Они стараются, они работают. Никого из них не могу упрекнуть в том, что они не работают. Я имею в виду из этой тройки Помогалов, Новиков и Макеев. К ним претензий в отношении работы никаких нет. Наоборот, даже довольны. Где-то, может быть, не хватает вот такого, какого-то вот разрывочка и все покатит. Как и ожидалось, самый напряженный матч получился с Иркутом. Наша команда практически обеспечила себе выход в следующий раунд, а команде с Байкала для этой же задачи необходимо было побеждать. Если первые три четверти соперники шли вровень, то в заключительные 10 минут подопечные Владимира Певнева вырвались вперед. Как итог – три победы в трех матчах и одна восьмая финала в руках. Константин Бухтатов, Артем Валевич, Новости ОТС. На этом у меня все. В студии работала Ангелина Леденева. Удачи и увидимся. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В ближайшие дни юг Западной Сибири займет обширный антициклон. Установится малооблачная погода, южные ветра принесут теплый воздух из Казахстана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 6 октября по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 м в секунду, порывы до 14, влажность 49%. Температура ночью 0,2, днем плюс 5,7 градусов. В последующие двое суток преимущественно без осадков. Температура воздуха в среду днем плюс 10,12, четверг плюс 13,15. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого хорошего. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА